Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Уже очень давно я вынашил мысль приготовить ветчину исключительно из говядины, но смущает меня один момент. Средина, из которой обычно ветчина готовится, мясо гораздо более жирное, чем говядина, и поэтому я опасаюсь, что говяжье, чистое говяжье, будет все-таки суховатой. Решил сегодня в качестве промежуточного шага заняться продуктом по мотивам остангинской ветчины. В ней половина сырья говядина, а половина свинина полужирная. Напомню, что по ГОСТу полужирное считается мясо с содержанием жировой ткани 30-50%. А так как я собираюсь двигаться в сторону продукта чисто из говядины, то свинину взял скорее маложирную. Вот у меня свиные щеки. Видите, какое количество прословий жира? По сути мраморное мясо получается, и я так прикидываю, что в нем жира процентов 20-25, может даже 30 есть. Вот и посмотрю, что в результате получится. А говядина у меня вот такая, мне вообще жир не видать. Этот кусок с задней ноги бычка. Какие еще будут отклонения от тех условий? По ним полагается соли добавлять 2,5%. На мой вкус для ветчины, особенно для маложирной ветчины, это многовато, поэтому я положу 2%. Приступим. Мясо надо нарезать кусками под засолку и массирование. Кусочки нужны размером с мелкий грецкий орех. Причем отдельно буду засаливать свинину, отдельно говядину. Понятия не имею, зачем это нужно. Надеюсь, технологи пояснят, как в тех условиях записано. Отлично. Теперь важный момент. Посол и массирование. Соль. Сахар. Ледяную воду и в путь. Вот что я уже давно прочувствовал при изготовлении ветчин, а я ее часто делаю. Так это, чем дольше, чем лучше массируешь мясо с солью, тем более нежная текстура в готовом натурке получается. И второй важный момент. Контроль температуры. Не допускайте превышения 12 градусов. Видите, поползает температура. Лучше прервитесь и охладите мясо. Свинина и говядина массировались на славу. Смотрите, какая текстура у мяса. Сравните с той, что было при нарезке. Вот это вот свинина. А вот это говядина. В пакет перекладываю, потому что для пакетов мясо в холодильнике найти больше, чем чашки ставить. Всего, по госту, не по госту, по тех условиям, мясо должно созревать в холодильнике 24-48 часов. Вот через два дня и встретимся. Прошло двое суток, можно продолжать. Мне надо мелко нарубить чеснока. Я его сейчас вообще буду в пасту растирать вместе с перцем. А теперь все смешать. Но жира в составе вот этого фарша мало, а сочности хочется. Да и мясо я использовал совсем не парное. Поэтому сейчас нужно вернуть уровень кислотности этого мяса до состояния парного мяса. То есть добавить фосфатов. По госту допускается добавление до трех десятых долей процента. Моему мясу хватит примерно полутора грамм на килограмм. То есть два раза ниже, чем по госту. Это исходя из опыта работы с мясом от моего стандартного поставщика. И добавлю еще десять процентов ледяной воды. То есть всего у меня получается будет добавлено 20 процентов воды от массы весного сырья. Ну 10 процентов при посоле и 10 процентов сейчас. Ну и хватит пожалуй. Можно собирать. Я буду делать это в коллагеновой пленке. Это проще, да и шприц мыть потом не придется. К тому же смогу украсить ветчину на свой вкус. Здесь у меня две смеси пряностей есть, нарядные такие. Можно конечно и без них, но с ними готовая ветчина будет поярче. Сначала протру поверхность мясным соком, чтобы пряности приклеивались. Ну а вот теперь можно выкладывать фарш. Ну все, можно приступать к термической выработке. Первый этап обжар-капсушка должен проходить при температуре 90-110 градусов. Я это сделаю в духовке. Режим конвекции включен. Для батонов такого диаметра первый этап займет примерно 30-40 минут. Второй этап варку нужно проводить при температуре 80-85 градусов при использовании коллагеновой оболочки и 78-80 градусов при использовании целлофановой оболочки. Но скорость теплопередачи в воздушной среде гораздо ниже, чем в жидкой среде, в воде. И мне для таких огромных батонов ждать в духовке, пока температура ветчины внутри дойдет до нужных мне 70, это все проклянешь. Поэтому я второй этап буду проводить в воде. Варить буду, короче. Ждем. Смотрите, какая красота. Варить буду в суиде, поэтому надо запечатать в вакуум пакет. Температуру уже установил, вода нагрелась, пусть варится. Готовая ветчина будет по достижении температуры в центре батона 70 градусов, плюс-минус 1 градус. Варить можно и в мультиварке, если у вас в него батоны поместятся. Если совсем нет времени следить, можно температуру в суиде 70 градусов выставить. И пусть себе варится. Времени в этом случае идет, конечно, больше, но зато не нужно будет следить за температурой, потому что выше 70 установленных вами температура внутри батона не поднимется. Профит. Начина у меня сварилась, я ее поместил сразу же в воду со льдом, чтобы как можно быстрее охладить до температуры по крайней мере 12 градусов. Дело в том, что какие-то болезнетворные бактерии, возможно, в мясе присутствуют. Не все они при температуре 70 погибли. И при охлаждении есть промежуток такой температурный, там 36-28 градусов. Он самый благоприятный для развития бактерий. Вот чтобы как можно быстрее проскочить при охлаждении этот промежуток, охлаждать нужно как можно скорее в воде со льдом. По-хорошему бы этой вечнеющей ночью в холодильнике пролежать, но мне уже не втерпешь. Хочу попробовать. Какая классная. Так, ну разрезать я ее буду вот таким вот здоровенным, огромным ножом от Самуры. Это серия Альфа. Очень классная рукоятка, мне прям нравится. Из стали, кстати говоря, АУС-10. Одна из лучших ножевых стали для кухников. Есть, конечно, стали какие-то вообще заумные, но не для кухонных ножей. Вот это вот, на мой взгляд, идеально просто. Давайте резать. А сразу скажу, что по аромату обе ветчины, по крайней мере в батонах, отличаются значительно. Потому что в одной присутствует явный аромат карри. Это вот в этой желтенькой, в другой просто перец. Начну я с карри. Ммм, такая сочная. Ммм, класс. Вот аромат карри присутствует, а во вкусе я не различаю вот этих вот. Наверное, мало положил. Просто очень яркая, обалденная, классная ветчина. Очень сочная, прям вот супер сочная. Ммм, сказка. Все-таки говядина в составе решает. Да. Ну, а сейчас вот эту, которая с перцем. Она так перчиком пахнет. Ммм, сказка. Просто сказка. Слушайте, я буду еще только говядину делать, потому что, ну, это просто чудо какое-то. Настолько яркий вкус. Со свиной ветчиной не такого яркого вкуса добиваться до сих пор не получалось. Просто вот смело берите и готовьте. Просто класс. На этом позвольте закончить. Ветчиной буду доедать за кадром. Вам огромное спасибо за компанию. Напоминаю, промокод Фреско позволит вам сэкономить. Не только на ножах Альфа, но и на других ножах Самура. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok